Квадратура круга Роспуск парламента оказался неразрешимой задачей для депутатов, подобно задаче о квадратуре круга для древнегреческих математиков. Пока во всяком случае. Обещанная на днях пас дорожная карта так и не появилась, а реакция на это основных игроков была расплывчатой. Похоже, главным элементом карты была декларация парламентских фракций, что они обязуются не голосовать за предложенную президентом кандидатуру премьера. Странная ситуация и странная декларация. Во-первых, как себе представляют пасовцы, что кто-то даст им подобные гарантии? Я лично не верю, что кто-то подобные гарантии может дать. Во-вторых, парламент собирается начать работать только 1 февраля. И в-третьих, никакая декларация парламента не отменяет положений Конституции. Так что эта новая идея также обречена на провал. Дадон заявил, что он бы не проголосовал за правительство Санту, но партия решит, как ей поступать, что предполагает любой вариант развития событий. И что тогда дальше? А дальше остается практически единственный вариант выдвигать кандидатуру премьера с полноценным правительством и программой. Если за такое правительство не проголосуют, то запускается механизм распуска парламента. А если проголосует, это как раз то, чего опасается Майя Санту, то, по крайней мере, у нее будет правительство, на которое она может рассчитывать. Да, без поддержки парламентского большинства, которое будет скорее мешать и под постоянной угрозой отставки в любой момент. Но это будет вход с позиций силы и одновременно тест для тех, кто декларативно выступает за распуск парламента. Позиция никого не назначать и дожидаться истечения всех сроков, на которые пока настаивает президент и ее партийцы, и сторонники, столкнется с целым рядом проблем. Посмотрим на решение Конституционного суда по запросу социалистов относительно меры ответственности президента за бездействие в данной ситуации. Напомним, что есть решение Конституционного суда, которое вменяет в обязанность президента выдвинуть кандидатуру премьера в двух случаях, когда есть формализованное парламентское большинство со своим премьером. И если такого большинства нет, то президент выдвигает премьера по своему усмотрению. И разве это положение не предусматривает симметричной ответственности парламента за бездействие? ПАС вполне может запросить от Конституционного суда ответа на этот вопрос. И тогда законодательный пинг-понг продолжится еще неопределенное время. Так или иначе, но позиция бездействия президента и парламента лишь откладывает на потом решение проблемы. А выдвижение кандидата в премьеры все же кратчайший путь. Хотя, если проголосуют за предложенное правительство, а исключать такой сценарий нельзя, то это опять откладывает на потом запуск механизма распуска. В общем, простых и легких путей нет. Пока же Майя Санду перенесла на потом озвучивание своей позиции по сложившейся ситуации. Остается ждать прояснения этой позиции, а также очередного, но не последнего решения Конституционного суда. Прямо квадратура круга. В одноименном рассказе О. Генри писал Прямые линии улиц и зданий. Прямолинейность законов и обычаев. Тротуары, никогда не отклиняющиеся от прямой линии. Строгие, жесткие правила, не допускающие компромисса ни в чем. Все это бросает холодный вызов кривой линии природы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова